Вечер, Костик. Люди интересуются на твоих татуировках, что они означают. Сделал, конечно, это полный бред, но людям интересно. Люди не сказали, какая, что и как. Просто сказать им, что они вообще означают, да? Ну, как бы да. Они означают мою проклятую жизнь. То есть, каждая татуировка связана с каким-то неким событием. А идиотских событий в моей жизни гораздо больше, чем чего-то другого. То есть, понять, быть равным. Я не видел больше ни у кого таких татуировок. Ну, например, никто не сделает татуировку своего кота Мурзика в лагере. Мотивирует это тем, что я осторожный воришка. А с фотографией кота Мурзика сделана она. Или, блядь, никто не сделает себе татуировку ЛСД, а потом самственно-ручно начнет ее перебивать на пикушку. При этом говорят, что есть моторхед, есть хулиганы. Нет, мои татуировки, это мои татуировки. И если кто-то спросит за них, я смогу это обосновать. Но смысл в том, что некоторые обосновать может только космический разум. Потому что я находился на грани сознания. То есть, мог вообще уйти в небытие, когда мне их делали. Например, как-то раз я приехал в Москву в самом начале татуировочной деятельности. Это был 91-й год. У меня был череп в флаге конфедератки. Я тогда верил свято, что те 13 штатов будут держать масть. Сейчас я разочарован. Я не знаю, куда смотрят ребята в Балахонах и Кукусклавах, если у них президент ниггер. Но не в этом суть. И я решил сделать на втором плече тоже татуировку. Я приехал к пацану, но под психотропными средствами. И у меня была кошка, мне один человек, я не буду называть имен, он просто нарисовал кошку к стройкетце. Мне нравился стройкетце. Особенно Howl Long Your Honor If Any Way. Вот, и я решил сделать себе стройкетцевскую кошку. В итоге я приехал с черепом, с обзорванной башкой. Черт знает как, да, с зеленым гниющим черепом, с обзорванной башкой. А мне пацаны потом приказывались, нихуя у тебя кошка. И, ну что говорить про татуировки? Если у тебя есть мозг, ты не будешь их делать. Если у тебя есть два мозга, кстати, это только у этих, знаешь, две головы, да, есть такие же племена. Племена. Вот они вырастают, постоянно у них две головы. Вот до драконов они не тянут, но уже не люди. Вот они могут себе позволить все, что угодно. Скажи, почему ты в очках? У тебя слабое зрение? Да, с недавних пор я стал плохо видеть. С чем это связано? С образом жизни. Так неприскорно, но... Но, блин, есть утешение. Доктора сказали, что с палочкой пока не надо. Я говорю, может, мне палочку купить? Они говорят, ты не доживешь. Я сказал, спасибо, доктор. Я выхожу пока в этих линзах. Лишь бы не это. Знаешь, палки, щупая дорогу, бродит наугаз слепой, осторожно ставит ногу и бормочет сам с собой. А на бельмах у слепого целый мир отображен. Дом, лужок, сарай, корова, клочи неба голубого. Все, чего не видит он. Все, чего не видит он. Это я бы не хотел так. Продолжение следует...